Как я был против Чернухи, например, так я против нее и буду восставать и постараюсь, чтобы я не был. Ну вот здесь мы с тобой подходим к основному моменту, как зрителя в театр затащить, то есть как вырвать его из повседневности и что-то ему такое явить. Это первый момент. А второй момент, как его удивить, когда ты его уже затащил, потому что он привык дремать, сидя у телевизора или у каната, монитора, и он также будет дремать в театре. Затащить зрителя, вот ты знаешь, когда в прошлом году я объявил, что будет идиот, сомнений даже внутри театра было навалом. Мне говорили, на идиота. После фильма никто не пойдет. Никто не пойдет. Ну снят фильм, ну шикарные работы. Зачем? Идиот такой тяжелый, сейчас никому это не надо. Когда идиот начал бить рекорды по аншлагам... Он начал бить. В феврале месяце, Саша, когда для нас февраль месяца называется, мы его называем мертвым. А в феврале месяце из 520 мест продано 480, это показатель. Когда меня спрашивают, какое направление в вашем театре, я сразу говорю, пока направления как такового и нет. Почему? Потому что тот багаж, который мне достался, он есть, и его я никуда не дену. И я обязан как руководитель, чтобы спектакли играли, чтобы они находились в работе. Дальнейшее направление, я сразу скажу, что мое предпочтение, это классика. Это мое предпочтение. Но как руководитель я прекрасно понимаю, что если не будет бизнес-проектов, проектов, приносящих деньги, не будет клинического случая, таксиста, покойника и так далее. Я с тобой согласен, Саша. Вы закройтесь на вторую идею. Но при этом на большой сцене, как мне кажется, может играться Куни, а в вашем проекте другая сцена может играться что-то совсем для души. Для актерской души и для искушенного театральной души. Ты, Саша, просто ответил даже за меня. Потому что на самом деле, очень трудно сейчас сказать, что такое вообще психологический театр, например, русский психологический театр. Можно спорить, что это русский психологический театр или это. Я скажу так. Когда есть честность в отношениях, вот это, наверное, русский психологический театр. Когда партнер работает глаза в глаза, когда есть полная вера в предлагаемые обстоятельства, когда есть партнерство, когда есть взаимодействие, это и есть русский театр. У нас, слава богу, русский театр все еще пока жив. И я надеюсь, что будет жив. Насколько сложно, Игорь, в современных условиях взбудоражить зрителя, сделать то, чтобы ему понравилось. Зритель, который, в отличие от зрителя, который ходил в театр лет там еще 20 назад, совершенно другой зритель. Сегодняшний изгалован медиапространством, дичайшими потоками разнообразной информации, которая на него выплескивается. Самая разная информация. Если раньше, извините, плечика выводила из себя, а сегодня-то что? Одна моя знакомая, и твоя, кстати, тоже наш общий знакомый, профессор Брандт, однажды рассказывал мне такую историю. Какой-то театр в Германии, что-то типа новая драма, не знаю, что это, сидят зрители, на сцене что только не происходит. Выходят голышом, ноль эмоций, совокупляются, ноль эмоций. И только когда на сцене появилась клетка с голыми, орущими младенцами, зритель так повел плечами слегка. Я вот к методам воздействия на зрителя, что сегодня его выдергивает из этой спячки, из этой присыщенности? Я, Саша, тебе скажу, ты можешь мне верить, не верить, воспринимать, не воспринимать. Честность. Я сейчас объясню. Нет, честность вот в чем. Честность работы актеров, во-первых, честность в выборе. Нам никогда не переплюнуть Голливуд, нам никогда не переплюнуть, например, МХАТ. С их техническими невероятными возможностями, с их постановочными средствами. Знаешь, Саша, давай так, давай проверим. Вот я тебе сейчас открою секрет, который не знаю даже в театре, и проверим, сработает ли мое предположение. Вот я сейчас задумал в постановке одно произведение, оно всем известно. Выйдет оно где-то примерно в декабре месяце. И проверим, будет ли зрительский интерес. А ты потом меня проверишь. Это называется «Ночь перед Рождеством». Со всеми чертями, вакулами, салохами и так далее. Это не будет песней-танц. Это будет спектакль драматический. И могу с тобой поспорить, что это будет хит. Но в драматических спектаклях ведь тоже есть разные способы зрителя-то будоражить. Да, конечно. Тагильская драма, это сегодня, ну не знаю, как это обозначить, условно говоря, театр говорения. Честного, нечестного, у кого какой получается. Но это театр говорения. Так. Без вот каких-то визуальных эффектов, направленных на то, чтобы ты возбудился, позвонил другу, чтобы он тоже пришел обозначиться. Вот долго ли можно придержаться на говорении в нынешних условиях? Ты затрагиваешь больную для меня темы очень. Тема больная вот в чем. Саша, укомплектование техникой нашего театра близко равно к нулю. Почему? Потому что звук, который у нас стоит в театре, он арендованный, у нас нет своего звука. Свет, который находится на сцене, он находится только одна шестая того света, который необходим. Говорить о каких-то спецэффектах, говорить о каких-то неожиданных решениях не приходится в связи с полным отсутствием денег. Ну да, но это что касается технической стороны дела. И технической. Смел театр в неких решениях. Пока нет. Для того, чтобы, например, к примеру, сейчас совершенно неожиданно поставить спектакль абсурда, надо, чтобы появились актеры, которые могут этот абсурд сыграть. Появился режиссер, который может поставить абсурд и так далее. Для того, чтобы решаться на какие-то совершенно новые формы, нужны и актеры, несколько иные. Почему? Потому что я считаю, что у нас достаточно сильная труппа. Но труппа как раз в большинстве своем. И самое сильное ядро вот этой труппы, это как раз те, которые пришли еще из прошлого века. Это неплохо. Я тут не ругаюсь, что они из прошлого века. Они принесли тот театр. Они им владеют в совершенстве, они честны в профессии и так далее. Какие-то свежие новые формы, конечно, для них тяжелы. Ну, просто тяжелы. Тяжелы даже для меня. Да, вот я могу себе придумывать. А ну-ка, давай-ка забахаем. А готов ли я? Нет, не готов. Я смотрю спектакли «Коледы», например, у него в театре. Я признаюсь в том, что я восхищен актерами, которые так любят своего режиссера. И режиссер, который так умеет владеть своими актерами. Это все здорово. Но это не мой театр. И когда я смотрю на это все, я понимаю, что надо воспитывать своих актеров. Все равно подбирать других. У нас труппа потихоньку превратилась, скажем так, в неизменяемую. Очень долгое время. Раньше было... А это хорошо для театра? Нет, это не очень хорошо для театра. Почему раньше труппа менялась чуть ли не на 40% в течение сезона? Сейчас практически не изменяется. С одной стороны, хорошо, а репертуар легче держать. Но с другой стороны, настолько уже люди знают друг друга. А самое главное, режиссер знал настолько актеров, что какую-то роль не доверит только потому, что знает, что не получится. А недоверие к актеру порождает скуку. Но это плохо. Как ты относишься к эротике в театре? Если это красивая эротика, как в свое время я увидел в Театре у Никитских ворот по произведениям Владимира Высоцкого. И там был половой акт. Его не было. Но это было невероятно эротично, невероятно красиво. Это было так здорово сделано. Я взадзакую ручку двумя руками. А голое тело на сцене? Голое тело опасно. Оно опасно очень по многим причинам. Это протабуировано, да, мне кажется? Да, да. А потом оно стало таким общим местом, что уже куда ни плюнь. Додин, по-моему, ни одного спектакля не ставит, чтобы кто-нибудь не раздеть. У Додина, вот сейчас я поставил уже, можно сказать, звезды на утренний небе на студентов. И, конечно, я вспоминал спектакли, просматривал, чтобы не повторить ни в коем случае, а чтобы понять, о чем люди ставили. И вот когда у Додина приходит Мария и тут же начинает снимать трусы, ты знаешь, это, наверное, в 89-м году было здорово. Сейчас это смотрится просто пошло. Затем обнаженное тело, оно должно быть обязательно удачно подсвечено, правильно выбран ракурс и так далее. Это должно быть сделано настолько тонко, тогда это интересно. И когда у меня в спектакле «Зори здесь тихие», актриса в бане на секунду показывает свою грудь, я сделал максимально так, чтобы ее не было видно. Это не для привлечения зрителей, ни в коем случае. Это, наверное, работа именно по материалу. Только для этого. А просто так, эротика, взять эротический спектакль, да не, не дай бог. Я не готов к этому. Я не умею с этим. А актеры готовы? Ну, знаешь, я видел один спектакль, достаточно неплохой в Москве, где много обнаженных тел. Я понимаю, что они не вылазят из фитнес-залов. Потому что они несут ответственность за то тело, которое они показывают. Поэтому это очень сложный вопрос. Второй момент, когда ты обнажаешься на сцене, а потом выходишь из театра, а там гопота с пивасиком говорит «О!». А гопоты в театре много. Извините. Потому что билеты распространяются иногда по всем этим и так далее. А они же не переключаются? Ты там в образе, а тут ты домой пошел. Ты знаешь, это, да, мы знаем болезнь малых городов тем, что, в принципе, актер, сыгравший, например, гомосексуалиста на сцене, автоматически превращается в геем жизни для всех окружающих. Нет, у нас, слава богу, профессиональная труппа, если есть необходимость, это сделают так, как надо. Это правда, это без всяких. И ты знаешь, переживем и гопоту, и прочее. И затем, вот обратись к тем людям, которые действительно любят ходить в театр. Ведь для них театр – это больше, чем здание, где показываются спектакли. Это, наверное, все-таки какой-то кусочек настоящего искусства и все-таки храм. Мы сейчас уже боимся патетики, боимся громких слов, боимся сказать правду. Но для меня, действительно, театр является храмом. Я никогда не выйду на сцену в головном уборе, если это только не положено по спектаклю. Для меня эта сцена – это мой хлеб, это мой пот и моя кровь. Каждый из актеров пролил и пота и крови на сцене действительно много, это не громкие слова. Ну, я тебе желаю умных актеров и умных зрителей. И пусть все будет хорошо в твоей творческой судьбе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok